Я хочу сказать пару слов о партнерстве И что же это такое, вот послушайте, дорогие друзья, послушайте Можно на экран вывести то, что я просил, посмотрите, вы все смотрите, да? Посмотрите, все вот эти вот красные точечки это церкви Множество церквей мы открываем их И вот послушайте, что говорит Писание Чтобы мы были Богу верны в двух вещах Это десятина и приношение Я бы назвал десятина и партнерские Слушайте внимательно, друзья Дух Святой, когда помазал конкретно, когда помазал меня Я не осознавал даже То, что он не открыл Что помазание на процветание Передается Только честным людям Если человек является нечестным в деньгах Прошу вас меня услышать, все телезрители Если человек нечестный в деньгах Не может никакого помазания процветания на нем быть Послушайте, Бог не помазывает воров Кто-то услышал меня? Вы на это аминь скажете? Поэтому, когда человек нечестен в деньгах Это перекрывает полностью доступ Божьей благодати к его финансовой сфере И это открывает двери дьяволу В его жизнь В его финансовую сферу Вот почему так много людей верующих И они очень бедны Они в долгах Они в проблемах Причину хотите услышать? Друзья, я прилетел сюда не для того, чтобы вам рассказывать Что-то, что является полуправдой Я хочу вам говорить все, как есть Аминь Вы готовы к этому или нет? Запомните, если верующие Оправдывает воровство десятины Как бы он это не оправдывал Он вор Потому что так говорит Библия Малахия 3.8 И там говорится Бог говорит Вы обкрадываете меня Они говорят Чем обкрадываем мы тебя? И там говорится Две вещи Десятиною И второе что? Приношениями То есть, давайте скажем Партнерскими В современном языке Теперь послушайте Друзья Это настолько важно понять Человек должен быть честен Относительно людей Он никогда не должен никого обмануть в деньгах И тем более Относительно Бога Он не должен Бога обокрасть Ни в десятине Ни в приношении Когда человек оправдывает это Прикрываясь Детьми Прикрываясь долгами Прикрываясь экономикой в стране Послушай Как бы ты не прикрывал Эту наготу Это все фиговые листы Они никогда тебя не прикроют Если ты хочешь процветать Будь честным человеком Будь жертвенным человеком Эмэр И вы должны знать, друзья Что помазание процветания передается Я это увидел Я сам могу посмотреть каждому в глаза И сказать Что в финансовой сфере С того момента, как я покаялся 25 лет назад 25 лет назад Я всегда был честным Я никогда не поступил не по совести У меня были случаи Когда я допустил ошибки Когда я должен был благословить человека Одной суммой А благословил его меньшей суммой И, друзья, я каялся за это Много лет Я не могу сам себя простить Я не могу себе Знаете, почему? Потому что этого человека потом не стала И я не могу это исправить И для меня это был удар И я скажу каждому И я скажу каждому, друзья Честного человека Бог всегда поднимет С любой экономикой И даже если много детей Бог сегодня смотрит не на твои проблемы А на твою верность и преданность Если ты верен и предан Он поднимет тебя Дай ему хорошее аплодисменты Сегодня, друзья, вы знаете Посмотрите на меня Я человек, который Как пастор Я очень сильно Тяжело начинал Большую часть своей жизни Мы с Викторией Мы прожили в глубочайшей нищите Мы были миссионерами Мы жили в этом доме, друзья Где не было даже окон Был целлофан Не было батареи Не было полов Мы одевались во все куртки Все, что у нас было Шарфы завязывались И ложились так спать Но мы остались верными Богу И я вам скажу прямо, друзья Я знаю, что такое нищита Я прошел ее во всей полноте Я знаю, что такое голод Что такое, когда голодные дети Ну, я никогда не посмел Переступить что-то И Бог это увидел И Он помог мне И сегодня я и наша команда, друзья Мы сегодня помогаем другим людям Я сегодня сам являюсь партнером Когда люди говорят Я партнер служения Владимира Мунтиана Это очень правильно Но чтобы вы знали На самом деле я тоже партнер И я даю свои партнерские Виктория, она отдельно дает свои партнерские Потому что у нее свои отношения с Богом Каждый в моей команде, друзья Он партнер Каждый в моей команде, друзья Он партнер Сам Дух Святой Свидетели Друзья Патр срайта изгарса Патрнерские И при том такие партнерские Дают люди в моей команде Которые Многие бизнесмены Даже не дают таких партнерских Потому что они верят Богу Каждый месяц И вот послушайте разницу Между партнерскими и десятиной Хотите услышать или нет? Посмотрите К примеру, церковь в Екатеринбурге Люди должны быть верны в партнерске Ой, в десятине Потому что Библия говорит Принесите десятины Чтобы в доме моем была пища Другими словами Для того, чтобы церковь существовала Днепр Екатеринбург Посмотрите Санкт-Петербург Израиль Там, да, Франкфурт Киев Любая церковь Она существует на десятины То есть, чтобы она существовала Люди дают 10% Из-за этого существует церковь Если люди не дают десятину Церковь не сможет существовать Потому что нужно оплатить счета По свету, по воде По канализации По газу По всем, 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 всем И это все Друзья, это все десятины Куда они идут, скажите? В поместную церковь Теперь посмотрите вот туда Вы видите, написано Миссия Миссия Это то, что сегодня Послушайте Не принадлежит какой-то церкви И миссия существует На партнерские деньги Не на десятины На партнерские деньги Теперь посмотрите Что делает миссия Давайте глянем Крусейды Кто сегодня оплатил это мероприятие? Я вам задаю, кто? Партнеры Скажите громко, друзья Партнеры Партнеры Значит, партнеры, друзья Оплачивают Крусейды А значит, они оплачивают Исцеление больных людей Партнерское это семя Которое ты засеиваешь В свою же жизнь И жизнь своих детей И своей семьи И вот послушай Получается, партнеры Оплачивают освобождение от бесов Исцеление от болезней Партнеры оплачивают Эти Отмену смертных приговоров И диагнозов Это делают партнеры На деньги, которые дают партнеры Вот эта миссия Проводит Крусейды Посмотрите, телевидение У нас уже 4 спутника Мы можем Богу дать славу Или нет? 4 спутника Представьте себе Сколько надо труда Если взять нашу студию Только в Киеве 160 человек работает Скажите, это много или мало? Это только часть людей Послушайте Ну, для того, чтобы люди Которые сегодня говорят Я была дома И исцелилась через телевидение Я узнала о Боге через телевидение Я покаялся через телевидение Мы берем Смотрите И миссия доносит Можно сказать Присутствие Божье В каждый дом Кто это оплачивает? Скажите Которые Вот эта сторона кричит Вот те не кричат вообще Значит, тут партнеры собрались Точно Кто оплачивает? Которые Партнеры Партнеры И вы знаете Люди, которые не могут слышать о деньгах Очень часто такое я вижу Их уж коробят Знаете почему? Потому что деньги срывают с тебя маску Если ты любишь Бога То ты будешь всем сердцем Гореть для него Чтобы только жертвовать Партнерски Чтобы быть верным в десяти Я всегда говорю Если ты любишь Послушай Вот ты любишь своего ребенка Вот ты любишь свое дитя Вот ребенок Да послушай Тебе жалко для ребенка Скажи мне Тебе что-то жалко для него Просто ответь мне Да нет, конечно Потому что если ты любишь его Ты сам не съешь Ты ребенку отдашь Так или нет Если ты любишь своего ребенка А ты любишь своего ребенка То ты когда он заболел Ты говоришь Ты лучше бы я заболел А ребенок был здоров Так или нет Если ты любишь Бога То как тебе может быть Тяжело слушать А жертвы для Бога Это первое Что бы ты хотел слышать И я всегда только слышу Что я могу для Бога Что-то пожертвовать Друзья Я тут не могу стоять И языком своим Что-то говорить Потому что у меня есть команда Которые если бы знали Что я делаю по-другому Они бы ушли от меня давно Но они со мной 20 лет Потому что то что я говорю То я и делаю Я жертву Жертву И буду жертвовать для Бога Причина Знаешь она самая простая Потому что Бога я люблю Он смысл моей жизни И посмотрите Телевидение Это так важно И сегодня 4 спутника Друзья Но нам надо 400 спутников Нам надо на все языки Переводить Евангелие Послушайте Посмотрите дальше Открытие новых телеканалов Евангелизация в интернете Открытие церквей Помощь анкоцентрам Вы знаете что когда Когда ты приходишь в анкоцентр Многие люди здесь Они может и в курсе Они там бывали И ты видишь этих детей Этих мам И я бываю в таких ситуациях Друзья Когда вот стоит женщина перед тобой И она говорит Помогите Помогите нам У нас один там укол Этот он стоит Там бешеные деньги Друзья Бешеные деньги Просто Ну чтобы вы поняли Все в тысячах евро Да Вот по-европейски Химиотерапия Огромных денег стоит А у них ничего нет Она говорит Мы все продали уже давно И я стою перед ней Я говорю Мы найдем деньги В то время Когда у нас даже их нет Мы говорим Мы найдем деньги Мы не отказываем Мы найдем Мы будем искать Найдем Продадим что-то Найдем Но у меня всегда ревность Если мы любим Бога нашего То почему же нам Все вместе Не помогать этим людям Почему нам Не помогать В этих онкоцентрах Не делать эти операции Детям с ДЦП Вы знаете что Все годы Вот эти Мы делаем эти операции И детки с ДЦП Есть такой дом И там дом инвалидов Там дети с ДЦП И получается Они Вот они Прям на полу Лежат И на руках Ходят Тянут ноги Другие в колясках Когда им исполняется 18 Они переходят В дом престарелых До конца своей жизни А чтобы вы знали Всю вот эту вот Жизнь Всю эту вот Как говорится Историю Я прошел Потому что я В дом престарелых Проездил Больше 4 лет Каждую неделю Мы с Викторией ездили Я нашел к бабушкам Я шел к парализованным Дедушкам И мы кормили Перестилали все Купали своими руками Я купал этих дедушек И вот послушайте Это ад на земле Это ад на земле Но мы делаем им операции Благодаря партнерам И они становятся На свои ноги Друзья И они не идут С дом престарелых Они живут Полноценной жизнью Нет времени Показывать вам Просто есть даже ролики Видеосюжеты Можно приехать Увидеть этих детей У которых руки Вот так согнуты были Вот так просто Лежит рука Вот так И операция Рука разгибается И девочка Может уже сама Стоит посуду Моет И мы смотрим на это Это Ну вообще чудо Как такое может быть Друзья Все упирается в деньги Слушайте Верующие не должны быть Жадными Верующие должны быть Жертвенными Потому что Когда мы жертвенные Бог даст нам процветание Он вернет нам То что мы отдали Посмотрите Ежемесячная помощь Пожилым людям Чтобы вы поняли Пожилые люди Они Настолько страдают Настолько обречены У меня всегда касается Знаете вот одно Что Большинство людей Чтобы вы знали Статистику Они умирают Знаете от какой болезни В основном Кто-то слышал Кто-то знает Сказать вам Или нет Одни ночи Не Болезнь конкретно Самая распространенная Это сердечно-сосудистые заболевания Это инфаркты И инсульты И вот представьте себе Бабушку Представьте себе Бабушку У которой Мало того что у нее Еды нет Мало того что у нее Нечем заплатить За коммунальное Но когда у нее Прединсультное состояние И ей нужно просто Выпить таблетку От давления А у нее нет денег На эту таблетку И она лежит И ждет Пока не произойдет Это кровоизлияние Пока что-то не случится Этот инфаркт Или инсульт И она дожидается Просто беспомощно В это время Верующие Они не становятся Партнерами Я задаю вопрос Почему Неужели вы думаете Что нет этого Закона бумеранга Нет вообще того Что когда ты Сеешь что-то Ты пожнешь Это во имя Иисуса Неужели ты думаешь Что ты обеднеешь Неужели ты думаешь Что это не важно Послушай Меня знаете Что удивляет Вы сейчас все удивитесь Да дорогие зрители Вы удивитесь У многих из них Есть дети Есть внуки И вы знаете что И они о них не заботятся Вы меня слышите Что я говорю Я просто говорю Сам себе Боже Ты вот просто Возложил это На церковь Чтобы мы показали Что их любит Бог И что Бог О них никогда не забывает И вот поймите Десятин Она идет в церковь И никак не касается Миссии Партнерские же Они идут конкретно На миссию На то чтобы сегодня Евангелие распространялась Не только для движения Возрождения Или еще что-то Послушайте Наш телеканал Смотрят Все верующие Я удивляюсь Смотрят даже те Которые нас Ненавидят Люта Виналга Смотрят Все равно смотрят Все равно критикуют Все равно пишут Им пишут Так не смотрите Если вам не нравится А они как Знаете По умолчанию Не можем Потому что Послушайте Нашим телеканалам И всем что мы делаем Мы не свое царство строим И не просто свое Какое-то движение Я сказал На пастерской конференции Я сказал Мы Не движение И не будем так называться Мы семья ММ Мы не какая-то Религиозная структура Мы семья И пусть сегодня Этим телеканалом Пользуются все Пусть сегодня Все кто желает Получают пищу Получают поддержку Пусть люди идут В другие церкви Какая разница Наша задача Это любить Бога И любить людей Вот наша миссия На земле Аминь И поэтому я сегодня Говорю каждому В этом зале И каждому Кто смотрит меня У экрана телевизора Послушайте Мы должны быть Одной командой Мы должны быть Партнерами Я партнер И я призываю тебя Быть партнером Я призываю тебя Тоже включиться Потому что через твою финансы Кто-то будет Иззелен Кто-то будет Накормлен У кого-то будет Спасена жизнь И самое главное На чем бы я захотел Закончить эту мысль Друзья Послушайте Самое главное Дух Святой Мне проговорил Что он хочет Проявляться И чтобы я делал Много курсеидов Чтобы я делал Много молитв По телевидению И знаете что Через партнерские финансы Мы будем давать Духу Святому Проявиться Аминь И это большая честь Для меня лично И мне хочется Чтобы сегодня Ты тоже Как и я Мыслил Как Божий человек Примите решение Стать партнером Если ты не хочешь Быть партнером Это твое право Но я всегда говорю Даже по старам Твоя церковь Должна быть партнером Не только ты лично А ты И твоя церковь Должна быть партнером Чтобы на вас Было Божье благоволение Потому что Помазание Святого Духа Передается И оно передается Друзья Когда мы чисты Перед Богом И так Я сейчас хочу Чтобы мы В этот момент Просто помолились Давайте встанем Помни, что В твоих руках Чая-то жизнь Благодаря твоим партнерским Возможно Птецотесь Тавая партнера Наудая У кого-то Исчезнет рак Навсегда А у кого-то Исцелится ребенок А кто-то будет спасен Для вечной жизни А кто-то будет спасен Для вечной жизни Партнера Это важный человек И причем Молиться Я вам скажу Одну вещь Знаете, что Первое, что я подумал Когда Бог сказал мне Что он хочет проявляться Это идти к бизнесменам И Бог меня остановил Я вам рассказываю Бог меня остановил Сказал, нет, все У меня есть команда бизнесменов Я много лет им посвятил Но Бог меня остановил И сказал, нет Дело не в деньгах Простые люди Они должны быть партнерами И Бог мне показал Как он может взять Пять хлебов И две рыбки И накормить Пять тысяч И он говорит Для меня главное не деньги Для меня главное Чтобы человек горел для меня А если человек не жертвует Значит он не горит Значит он не любит Поэтому сегодня Друзья Дело Не в финансах Бог силен обеспечить Он может одному бизнесмену Сказать И он все будет оплачивать Мы сами Друзья У нас много направлений Бизнеса мы развиваем У нас целые офисы И мы зарабатываем деньги И мы все деньги Никаких не зарплат Ни у кого нет Ничего Все что есть Все оно идет на Ивангеле Но послушайте И мы начали И вы знаете Все растет Все нормально Но это не то Бог говорит Я хочу чтобы каждый человек Он был участником В проявлении Святого Духа Вы меня слышите Вы меня понимаете Или нет Бог хочет чтобы ты с ним соединился А деньги Это как знаешь Тот индикатор Который показывает Насколько ты любишь Что настоящий верующий От ненастоящего Отличается тем Что ненастоящий Готов плясать Танцевать Молиться Проповедовать Он знает Библию Он знает все Но когда слышат о деньгах Здесь все заканчивается А настоящий верующий Когда касается финансов Он говорит Не можете служить Богу и мамоне И я этого мамону Ложу к ногам Бога Такой была первая церковь Давайте помолимся о том Чтобы Бог помиловал нас всех И дал нам быть частью Его дела Во имя Иисуса Дух Святой Я молю тебя сегодня За каждого человека Боже В этом зале У крана телевизора Пусть всякое непонимание Невидение Пусть все это будет в прошлом Мы хотим Мы хотим Чтобы ты проявлялся Дух Святой Мы хотим Чтобы было больше Крусейдов Мы хотим Чтобы было больше Телекрусейдов Мы хотим Говорить о тебе Великий Бог Благослови нас Господи Я молю тебя За каждого человека В этом зале И у крана телевизора Благослови Твоим благословением Боже Дай каждому Этот правильный выбор В жизни Быть частью твоего движения Частью твоего тела Частью твоего действия Когда ты касаешься людей Когда ты исцеляешь Когда ты освобождаешь Яви свою славу Боже И с этого дня Господи Никакой нечестности Если вы со мной солидарны Поднимите руки Просто скажи Никакой нечестности в деньгах Я честен перед тобой И никакой дьявол Меня не собьет с пути Никогда Во имя Иисуса Я восхваляю тебе Великий Бог Спасибо тебе за это слово Амен Да и Богу Силу славу Защит Год, год, спейтеи, год, дева!